Это очень сильный отек, который один или два раза мне даже пришлось преднизолон назначить, потому что однократное применение, но тем не менее. Бывают такие особенные, но с пациентами мы собираем анамнез, но все-таки это же неургентная операция, которую вы проводите. Забежал пациент, он сел, да, и вы начали его резать. Конечно, вы планируете такие вмешательства и готовите пациентов, готовите их и по индивидуальной гигиене, по профессиональной гигиене, собираете анамнез, какое-то свое клиническое мнение уже формируете о том, кто перед вами, какой статус у этого человека, и стоматологический, и общесоматический. Ну и жизненный тоже имеет значение. Пациентка с множественными рецессиями. Перейдем сейчас к клиническому примеру. Измерение глубины. Косочки, прокол, фиксация твердомозговой оболочки. Здесь не требовалось, на самом деле, здесь все рецессии первого класса, здесь не требовалось трансплантата десневого, поэтому мы обошлись твердомозговой оболочкой, вот она на 4 зубы зафиксирована. Вот так она выглядит, вот это не осложнение, это реакция на твердомозговую оболочку. Я сначала тоже, когда оперировала самые первые вот свои операции с ней, думала о том, что это у меня где-то швы ушли, лоскут ушел, еще что-то. А потом я посмотрела это абсолютно у всех, потому что я снимаю швы и швы у меня на месте, у меня лоскут на месте, все в порядке, а потом начинается вот такая. Вот так она биодеградирует и замещается, это у нее вот такой вот тип. Причем это почти 80, наверное, процентов пациентов выглядит это вот так, у некоторых это пугает. Ну вот и все, собственно, все прошло. Цена восстановилась, приобрела объем, вот ее конечная. Так а если мы не будем ждать год и под полируем? Зачем? Зачем? Не знаю, я за то, чтобы меньше трогать. Ну, каждое вмешательство стоматологическое для пациента все равно травма, я не вижу смысла. Ну, можно, конечно, почему нет? А не будет потому, что вообще усадку, да, с тканью? Нет, так вы же снаружи, если будете. То есть, там это не поприятно? Нет, нет. Там же внутренний процесс биодеградации. Ну вот, да, это толщина измеряется, толщина по проницаемости. Есть тоже такой метод, виден зонт или нет. Я, честно говоря, считаю его очень ненаучно доказательным, но существует такой метод. Считается, что если зонт не виден, то биотип нормальный и толстый, если зонт просвечивает, значит, тонкий. Почему нет? Ну вот, собственно. А у этой пациентки все рецессии пост-ортодонтические. У нее и внизу они тоже есть, но она как-то пока не настроена. Ну, то есть, вы видите, все, что вот это вот наплывало у нее, оно все само. Я, честно, не прикасалась к ней, никакими не бурами, не шлифовала, ничего не трогала. Александра, а после какого сока можно после ортодонтического завершения, так сказать? А можно сразу прямо. Ну, ретейнеры они поставят свои там. И сразу можно? Там ждать нечего. Я бы хотела показать вам клинический случай. Он еще не до конца закончен, но результат у нас уже 9-месячный есть, поэтому, в общем, этого достаточно. Я, на самом деле, тут даже дело не в результате, дело в том, с чем мы сталкиваемся на клиническом приеме. Девушке 28 лет. Вредных привычек нету. Ортодонтически не лечилась. Здесь зубы фактически все интактные, кроме одной-двух, там, реставраций где-то на жевательных поверхностях. Вот такая вот у нее форма генерализованных рецессий. У нее 28 рецессий в полости рта. По рецессии надо? Да. Вот это то, о чем мы с вами говорили, да, когда ротированный лоскут выполнить невозможно во фронтальном участке нижней челюсти. Здесь присутствуют свистомышечные тяжи, мелкое преддверие. Когда-то, когда я училась в институте, это называлось стиральной доской. Рецессии глубокие. Спасает то, что они все почти второго класса, потому что у всех еще есть какая-то высота сосочков. Ну и, конечно, тут ни о каких корональных перемещениях речи быть не могу. Тут нечего перемещать. Ткани нету. Биотип очень. Не просто тонкий, а он какой-то сверхтонкий. Корни зубов просвечивают. Там вот есть фотография, обратите внимание. Вот это белое, это корни зубов у нее просвечивает свой слизистый. Там ничего нет. У меня есть томография ее первоначальная. Она, конечно, вызывает просто ужас. Но, естественно, что удалять все 28 зубов не имело смысла. Мы решили пойти на зубосохраняющие операции и прооперировать. Пациентка живет в Тюмени. Первый раз приехала, мы оперировали всю нижнюю челюсть сразу. Это измерения исходные. Вот самая маленькая рецессия, по-моему, 3,5 мм была. Вот это все дальше 4 мм. Да, здесь уже в фуркацию стремится дефект в области 46 зуба. Вот коронально смещенный ротированный лоскут. Видите, вот тут вертикальный разрез. Это нижняя челюсть. Это вертикальный послабляющий разрез. Он выполняется только медиально всегда, не дистально. Объясню, почему твердая мозговая оболочка здесь. Если бы у нее был бы только этот сегмент, я бы поставила туда соединительный ткан и трансплантат, чтобы было бы надежнее. Но у меня еще, как вы помните, была зона фронтального участка, которую мне нужно было в этот же день прооперировать. И еще вторая сторона нижней челюсти. Поэтому мы решили, что на самое сложное мы поставим свинкнетканный трансплантат, свободный гисневой трансплантат. А в боковые участки применили пластический материал. Размер этого пластического материала получается 35 мм длиной. То есть, это протяженность дефекта. Зачастую, конечно, ни на небе, ни на бугре такие трансплантаты просто не взять. Не зачастую, а очень часто. Это фиксация твердой мозговой оболочки. Миллиметров 7-8, наверное, 9. Ну, к сантиметру ближе. Фиксация. Она полностью закрыта? Ее обязательно надо полностью перекрывать. Она не терпит контакта с ротовой полостью. Она просто сразу деградирует. Ну, то есть, ничего плохого не будет. Она просто мгновенно у вас резервирует в течение 2-3 дней. Ну, смысл ее теряется применением. Это вестибулопластика с одномоментным увеличением объема прикрепленной десны с применением свободного десневого трансплантата. Деэпитализировано принимающие ложи, сосочки. По возможности, как это вообще было возможно, я постаралась сохранить, расщепленным сделать вот эту поверхность, чтобы сохранить какие-то участки надкосницы в этой зоне. Но их фактически там не было. То есть, вот как это было возможно, я постаралась сохранить. То есть, вы видите, что это в межзубных промежутках не кость. Это именно соединительная ткань, под которой лежит надкосница. Это все, что я смогла, больше не было. Ну, вот 22 мм. Забрали у нее трансплантат. Шириной где-то 7, наверное, миллиметра. Он был адаптирован по краю, то, что мы обсуждали с вами сегодня утром. Истончен для лучшего совмещения краев раневого поверхности. Он не деэпитализирован, он именно адаптирован по периферии, по периметру всего трансплантата. Зафиксирован швами. Обратите внимание на дегесенцию костной ткани в области медиального щечного корня 46-го зуба. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике. Стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Да, Даша, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот. Да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Спасибо. 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 Спасибо.